Среднеразмерный кроссовер Havail F7 поступил в шоурумы российских дилеров этим летом. Автомобилю потребовалось несколько месяцев, чтобы завоевать любовь и доверие потребителя. Сегодня китайцы представили новую модификацию этой модели F7 с литрой X. По сути, это та же самая машина, но у нее пока до крыши и другая целевая аудитория. Кузов F7X на 35 мм ниже F7 и из двух моторов более мощный двухлитровый. Других технических отличий нет. Мы думаем, что главное различие между автомобилями заключается в их дизайне, потому что F7 купе более спортивный и технологичный, что более привлекает молодежь, а F7 это скорее семейная машина. При этом новый F7X стоит ровно столько же, сколько и F7. Производство нового F7X уже стартовало на заводе Havail в Тульской области. Стартовается на автомобиле 1 млн 549 тысяч рублей, а дата начала продаж 11 ноября. В октябре дилеры Havail'а реализовали полторы тысячи машин. Из них 600 пришлось на кроссовер F7. Удачный старт локализованных Havail'ов поставил вопрос о возвращении в Россию материнской марки Great Wall, которая нынче специализируется на пикапах. В 2020 году мы собираемся представить несколько новых продуктов. Сейчас я не могу назвать конкретные сроки и модели, но есть намерение привезти пикап. Главный кандидат, конечно же, Great Wall Wingel 7, который дебютировал в Китае прошлой осенью. На родине у него три двухлитровых турбомотора, пара дизельных и один бензиновый, шестиступенчатая механика, задний или подключаемый полный привод.